Очень интересный, очень важный вопрос, и непростой, даже для великих наших богословов. Вопрос о выборе человека. Волнуют тема ожесточения и озлобления сердца. Прочитала статью, что человек сам выбирает все это. Если честно, я не понимаю, какой тут выбор. Если я чувствую движение своего сердца, оно страдает от злобы. Если я хочу поступать хорошо, это фальшиво, и мучает неискренность. Все в душе рухло от предательств, неудач, сердца как будто нет, оно устало, нет сил бороться, молиться, верить. Если пытаюсь перебарывать, вижу фальшь. Как от нас это зависит, я не вижу тут выбора. Все говорят, что я потерял доброту и искренность. Слушайте, свобода человеческая действительно вовсе не так безусловна, как учат иные богословы и философы. Мы иногда не в состоянии управлять своими чувствами, своими мыслями, своей волей из-за усталости, из-за слабости, из-за внешних влияний, из-за бесовских наваждений. Вот вся эта школьная такая философская свобода оказывается вдруг чем-то очень условным, чем-то очень далеким от нашей реальности. От того, каким является наше сердце, каким является наш ум, какой является наша воля. Не слушайте вы тех философов и богословов, которые говорят, что человеческая свобода вот так совершенно абсолютна и всегда выбор только за человеком. Но ответственность за нами, поэтому нужно стараться делать все, чтобы наш выбор, наши состояния были правильными, богоугодными. А когда мы чувствуем слабость, неопределенность, вот такие метания, к Богу нужно обращаться за помощью. Господь поможет тем или иным образом, иногда изменив обстоятельства нашей жизни, иногда послав просто другое настроение, потому что Бог тоже влияет на нашу свободу, на наш выбор. Мы не настолько автономны, что от Бога, что от злой силы, что от людей, что от собственных болезней и эмоциональных состояний. И как это принято считать в формальном, схоластическом богословии. Простите Господа о том, чтобы Он управил вашу жизнь, водительствовал вами и в том числе вашим выбором. Господь обязательно поможет. И не отчаивайтесь, не унывайте. Господь точно с вами, как и с каждым, кто обращается к Нему. Помощи вам, Божией. Субтитры создавал DimaTorzok